Анатолий Шабанов в этом году отмечает юбилей со дня службы в воздушно-десантных войсках. 50 лет пролетели незаметно, делится мужчина. Но даже спустя долгие годы он вспоминает двухлетнюю службу с особой теплотой. И рассказывает, что со школьной скамьи мечтал попасть именно в ВДВ. Я действительно готовился с малых лет. Почему? В своё время увлекался чтением книг, много знал про десантников. Я готовил, предварительно в радиоклубе учился, предпрыжковую подготовку прошёл, в Ворск ездил и совершил три прыжка, которые обязательны для службы ВДВ. У нас так вот готовили. История праздника берёт своё начало с 1930 года. Именно тогда, 2 августа, на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на прошутках было десантировано подразделение в составе 12 человек для выполнения тактической задачи. В этом году десантные войска празднуют уже 92-ю годовщину. С каждым годом престиж и желание служить в этих войсках лишь растёт. Это традиция такая, день воздушных десантных войск отмечать. Это как бы у каждого солдата, кто прошёл эти доблестные войска, это в крови этот праздник. И также уважение, дань нашим погибшим братьям, товарищам. Кто такой десантник? С виду смотрится. Красивая форма, да? Всех что знают, руками кирпичи бьют, об голову бутылки разбивают. Но это так вот показуха. На самом деле это очень ратный труд, очень тяжёлый труд. Ведь, как говорят, десантник – три минуты орёл, остальное всё время лошадь. В изложении цветов к бюстам Виктора Лебедева и Рустама Сераева ежегодная традиция для оренбургских ветеранов ВДВ. Более 40 человек почтили память героев-десантников, погибших при исполнении. Юлия Тюшевская, Семён Воробьёв. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok